Здравствуйте, туристы и милитаристы! Сегодня у нас на кухне будет Синерджи 3 от CVV и на самом деле помогут мне в сегодняшнем разговоре мои товарищи из олдскульной болталки в группе Архадыр сейчас чувствую что немножко першит в горле скорее всего возможно наверняка завтра послезавтра у меня там горло может быть подсядет просядет слегка а вот как раз таки едут ножики новые надо как-то будет делать обзоры на них а вот как ну к голосу Любы Успенской вам не привыкать потому что у меня юленция полностью как говорится стала соответствовать трендам и здесь два варианта или буквально со дня на день я жду свои две полоски положенные или же действительно мои три прививки меня полностью спасут и как говорится пронесет тебя бы так принесло подумал штерлиц как говорилось старом анекдоте вот и да поэтому на удачу на удачу оказался у меня вот такой вот совершенно безалкогольный его правда встряхивать нужно обязательно безалкогольный hot and sweet напиток назовем это коктейль который как раз таки вот для горла само что ни на есть то такой грязно-мутно темно-серый цвет дает ему лакрица запах пиктусинчика полез сразу в ноздри ведь запахи вкусы чувствую все пока нормально ну что за здоровье товарищи ой ой какая ой какая ляля и hot и sweet на самом деле ну ладно что мне там братва накидала михаил васиченко легко ли быть архадыром меньше архадыром быть за и бись вот на самом деле вообще все ровно все очень хорошо дом семья работа младший научный сотрудник радует стать старший научный сотрудник порадовал так что я прям вообще молодец замечательно как говорится все у него то получается жонушка нажиманство хобби все все вообще нормально для человека который скажем так лишен каких-то именно амбиций которых не хотелось бы какими-то сраными путями достигать вообще все ровно все четко пузо сыта на голову не капает и слава тебе господи дай бог чтобы так дальше и было ни пули не свистят на улице не танки не лязгут гусеницами так что все нормально архадыром быть замечательно плюс именно с точки зрения ножевой бонусом ко всему что я перечислил то есть по большому счету моем состоянии можно определить эти вот говорит что я счастлив это немножко как-то вот провоцировать бога гневить как говорится это первое второе то есть все равно свое состояние могу определить как счастливое состояние мне жаловаться точно не на что но с другой стороны есть куда развиваться в любом случае так вот бонусом к моим скажем так как моим именно ко всем вот эти вот скажем обстоятельства моей жизни является во первых замечательная компания единомышленников соратников в клубе архадыр опять же как зрители на канале и с которыми есть пообщаться то есть мне не обязательно идти куда-то там не знаю искать какого-то общения вот он у меня практически ежедневное происходит сразу вот здесь то хорош пожалуй нет ну ладно картофан любит наш мистер пускай будет 4 пускай бы 4 хорошо вот и еще один бонус который действительно вот так вот именно падает архадыру лично как архадыру это конечно немеряное количество замечательных ножей сейчас это просто какая-то идет вы знаете это действительно уже меня самого эта ситуация не напрягает но мне интересно сейчас какая-то вот пошла волна если если вот было время что мне ножи действительно нравились нравились там туда-сюда то сейчас та же самая ла мне присылают на обзоры такие ножи от которых прет просто не по-детски просто не по-детски и ты открываешь посылку там предположим 5 7 8 ножей и они все ну конечно же здесь еще такой момент что большинство из них подавляющее большинство из них нет такого что о слушай нам нужно тут прорекламировать что-то еще что-то нет я сам выбираю я смотрю новинки если какие-то старые модели в этом плане это еще один бонус есть возможность общаясь со своими партнерами выбирать то что тебе нравится то что тебе интересно именно из новинок потому что то что не интересно ну как бы она не интересно есть прикольно слегка подхрустывает но но есть правда и на солнце пятна то есть во первых это конечно же момент такой что как бы я здесь не говорил что вот сейчас например сейчас конкретно поздно вечер да это я готовлю супчик на завтра своему товарищу потому что он конечно же с мамой на изоляции а у нас есть причем прикол есть такое выражение ляхи контакт на эстонской что называется по эстонски это что называется близко контактный но вы меня простите я конечно не буду здесь как говорится хвастаться не просто близко контакт в full контакт полнейший происходил как говорится то есть действительно по правилам первой пандемии мне нужно было быть четко сразу же сесть на самоизоляцию вместе с семьей сейчас нет не требуют то есть если ты провакцинировать провакцинирование трижды то соблюдай правила там маски перчатки дезинфектор и ты можешь принципе функции клировать но время ближайшее покажет вот так вот минус архадыр ста состоит в том что крути не крути а все равно какую-то часть времени я выпиливаю из семи я стараюсь максимально минимизировать эти потери эти риски но они происходят они есть есть в этом плане нарезается и чистится картошка просто на ура давненько я с голосом ничего не не резал и не чистил все у нас под музыку идет все у нас в обзорах идет так вот ну всякие разные придурь и в интернете именно в ютюбе в том же самом контакте это издержки это я понимаю что на самом деле это в каком-то смысле мне не нужна популярность у меня все нормально у меня все есть у меня есть люди с которыми мне пообщаться то есть мне чем больше людей подписываться на канал с одной стороны это круто это действительно очень но так как бы растет все новые подписчики и безусловно я живой человек мне не чуждо какое-то тщеславие мне нравится что у меня больше подписчиков становится на канале причем от первого до последнего это это люди все совершенно добровольные никаких заманух никаких лотерей никакой херни такой не было вот и с одной стороны да с другой стороны чем больше людей попадает в круг общения тем больше задает тебе вопросов а у меня принцип на все вопросы отвечать и так или иначе когда вопросы по делу и нормальные то соответственно это не напрягает но я отвечаю даже когда не по делу и не совсем нормальные но действительно это как бы то же время я понимаю что чем больше будет круг общения тем больше будет тратиться времени на какое-то именно общение по делу то есть я не претендую на то чтобы там со мной обсуждали прогноз погоды еще что-то ну когда мне там пишут и что-то спрашивают про нож еще про что-то то если не знают отвечаю честно что не знаю а если знаю то дальше идет какой-то именно обмен информацией вот поэтому ну и плюс конечно же вот неадекват и пожалуйста любой ролик абсолютно любой я только ставлю премьеру то есть ролик еще не идет там просто написано во сколько он выйдет но его уже можно или лайкнуть или дизлайкнуть в первые же в первые же я вам скажу где-то минут пять четыре дежурных диза внутри четыре то есть это даже не просто там хейтеры хейтеры они проявляются чуть чуть попозже там каждый ролик набирает среднем более или менее одинаковое количество дизлайков нет эти люди которые вот буквально как только премьера ролика выходит выстреливать ближайшие пять минут они ставят дизлайки это уже совсем такие прям поклонники по ходу они без меня уже и жить не могут так что женщины ранимые пожалуйста на секунду выключите звук товарищи долбоебы ваше здоровье не пропадайте никуда мне радостно что я кого-то так цепляю что людям не лень на это тратить опять же самый ценный ресурс это время все можно включать нормально так ну что пертусин с перцем зажигает зажигательная смесь просто супер так в общем и целом все нормально все замечательно вячеслав каратеев привет слав изменилось ли отношение к ножам обозрённым на заре обозревает да конечно безусловно слав по-другому не можно не могло быть и здесь дело не в том что когда-то я там делал обзоры ножей там предположим за 20 евро сейчас сделал обзоры на жизнь за 2000 евро потому что я до сих пор все равно у меня залетают очень иногда бюджетные ножи кстати говоря вот как раз скоро приедут пару полноразмерных фолдеров ну не просто полноразмерных топом блин по 12 по 15 сантиметров клинки которые стоят там совсем совсем недорого очень интересно будет посмотреть и какое-то свое мнение о них составит то есть здесь конечно так или иначе когда ты в сперва делаешь обзоры своих ножей потом тебе начинают присылать потом у тебя расширяется круг контактов у тебя появляются в контактах какие-то западные производители европейские производители китайцы премиумные и они начинают тебе присылать на самом деле ножи на обзор то есть сперва свои потом какие-то так или иначе пока у тебя ну нет аудитории нет имени в любом случае в любого ну вот это я начинающим ютюбером могу сказать что в любого из вас абсолютно в любого из вас может вложиться ножами любой производитель здесь именно возможность как бы здесь именно цена вопроса то есть если производитель сразу с радостью вам пришлет например нож 15-20 евро так не стесняйтесь сделайте обзор потому что здесь именно если вам интересен сам нож если вам интересны его поломать там помацать полапать там туда-сюда то есть здесь именно момент какой что когда ты делаешь первые какие-то свои обзоры теплой появляться какие-то с и первые контакты тебе присылают вот эти вот первые ножи так или иначе тебе все равно интересно почему то что не зажрато еще это во первых во вторых я могу сказать что на заре моего обзорчество три кита были здесь на канале бы были другие конечно но в основном очень много было трех производителей это златоуст аир это supreme и это оопп то есть я практически старый старой школы оопп я обозрел практически весь я могу сказать что мое отношение к этим ножам не поменялось оопп если мы берем старые именно линейки то ну вот ты спросил поменялось ли обозра поменялось ли отношение нет как раз таки с этой точки зрения что пройдя путь там я не знаю в тысячу ножей не не знаю я не считал в сколько-то в общем сотен скажем так ножей я могу сказать что все мои восторги по поводу ножей оопп кизляр которые я сделал там в первые в первые два года например существование канала рхады и никуда не делись потому что за свои бабки это просто чума они ножи реально у меня очень сильно изменилось отношение к самой компании потому что повторюсь в двух словах именно то что старая у них есть это все замечательно то есть колыма речной там катран ну кто там еще был вот этот пограничная серия там единственно что я сейчас высоты именно прожитых как говорится сейчас вот лет проведенных в обзорществе я понимаю насколько вот те же самые пограничник кто же там еще был как-то три или четыре ножа небольшого размера небольшого формата и меня просто поразили своими именно рабочими качестве но нужно там полное говно прям вот ну совсем если я раньше как-то еще так немножко в этом деле плавал сейчас я понимаю что они сделаны просто швахка хреново то же самое ножны вот эти вот грубые прошитые желтыми нитками ворс моски или павловский это тоже кошмар полнейший все это это приходит на жизнь супер ски дальше у компании пошел творческий кризис очень сильный потому что новые модели стали быть все хуже и хуже плюс там ворованные какие-то моменты и прочее прочее то есть я вообще не не понял для меня лично точкой какой-то вот именно когда у меня брови поперли вверх полезли вверх это была история с теркин им конечно же то есть но не буду сейчас все повторяться после этого удачных моделей не было в принципе был какой-то плагиат были какие-то непонятки то есть сам по себе вектор нож неплохой но я кому интересно посмотрите обзоре там все высказался то есть но от этого неплохого ножа за версту тянет таким дешевым хайпом что но человек с улицы такой нож похвалит человек с ну именно из скажем так из сообщества из клуба он ухты блин а на самом деле помидорка мягенькая но она при этом режется чистенько вот зацепил только один раз вот эти вот кончиков то есть в этом смысле в этом смысле я могу сказать что именно вот старые ножи о пп я запросто порекомендую если кто-то спросит там да там 40 например евро нож есть улетный улетный просто варианты сейчас все эти шаттлы все так это попытка блин ну я реально но зайти на канал о пп кизляр на ютюбный канал это просто как будто ты в берлогу пока попадаешь я сейчас могу сказать что не буду третий канал называть но те кто смотрит много чего они у наверняка поймут о чем я сейчас есть три канала с откровенным хейтом не снесет там с клик бейтом вот это берлога этого пп еще один канал есть с откровенным клик бейтом и уже это как-то вот ну вот совсем не 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 клематит абсолютно в общем а при этом отношение к ножам которые я вначале обозрел от овпп совершенно не изменилось так дальше дальше у нас златоуст аир тоже много чего его было и я могу сказать что златоуст аир у меня отношение тоже не изменилось то есть я понимаю что у них реально заточка очень сильно заводская гуляет там потому что производство большое я так понимаю что просто зависит от того кто физически точит нож то есть там несколько людей и там заточка гуляет от безобразной до безупречной значит но при этом сами на же очень классные красивые классные ножны классные подарочные кейсы и одна из самых лучших карелок которые я вообще когда-либо видел то есть конкретно я могу сказать что если именно брать массовое производство только северная корона и златоуст аир дает такую шикарничью карелку не изменилось отношение так что у нас еще сюда а четко папрички вот суприм практически весь суприм был мною обозрён и я могу сказать что как раз таки к тем ножам суприм оске которые я обозревал в начале сэсэй сэнпай штурм там я не знаю какие-то еще калады и прочее причем мне нет ни одного вопроса до сих пор потому что они очень они очень классные они действительно офигенской то здесь вообще нет никаких даже потугов на какую-либо там критику или самокритику в какой-то момент суприм стал местами выдавать какие-то интересные модели местами бокса буксовать и сейчас про буксовки все больше и больше совсем недавно я делал кухонный монолог на тему именно на тему ножевой индустрии в 2020 втором в 2021 году итоги 2021 года подводил именно по российской ножевой индустрии где я сказал я собственно говоря от своего мнения не отказываюсь а ну так и есть что в 2021 году компания кизляр суприм не сделала ничего толкового нового ничего то есть у них они зарабатывают бабки молодцы они строят завод молодцы они завалены госзаказами молодцы то есть с точки зрения бизнеса все здорово с точки зрения развития именно индустрии ножевой движухи 0 почему потому что ножевой движухой взять и назвать вот этот вот нож который дженерал за тысячу рублей язык не повернется это просто дешевый нож вот и все все что все все весь его интерес все что они добились это они сделали нож там скажем дешевле десяти евро или там сколько ее уже не помню там ну под 10 евро пускай будет и безусловно он покупается все здорово но на самом деле интерес в этом ноже кроме написниках который не является нужными нулевой вектор опять же бахнул типа в этом году на самом деле он пять лет бахал и пять лет виктор александр агрег грел наш на же манский интерес к этому ножу по факту но он во первых представляет собой интерес первую очередь исключительно юридический я не буду цитировать комментарии с которыми я согласен на моем же канале когда его сравнивать тем же самым блоком 78 и имеют право сравнивать потому что какие-либо там привязки там н ром и финкам это полная ерунда те кто помнит первые вектора они помнят что это был именно 78 блок по сути в какой-то момент там нужны были даже один в один практически сделаны вот то есть это долгоиграющий проект полстенный нож достаточно интересный он именно представляет собой во-первых это прецедент потому что теперь можно гардовые ножи в россии сертифицировать и это здорово во вторых я просто журчать перестанет я снова начну нарезать давайте пока так здесь примемся за дело вот таким вот образом не просто не упустить сколько воды там наливать во вторых да у тебя безопасная рука да здорово но лично я предпочитаю безусловно ножи другие именно для работы скажем так для гражданского обихода для обычного обихода там где бы то ни было там где-то в походах не в походах там где бы то ни было вот сейчас тут забарахлила одну секунду как только есть возможность подпалить себе брови сразу все работает безупречно то есть с точки зрения именно порезать продуктов сделать какую-то работу мне гард только мешает поэтому я давайте так условно досрочно запишем этот вектор в какие-то успешные проекты этого года все все складных нет стингер мне складной ну ну так себе вот этот вот варн который появится он достаточно прикольный но он не вызывает такого возбуждения кстати говоря сейчас каладу они делают в какой-то новой стали молодцы вот то есть в этом плане супрем в основном новинки это именно выпуск старых ножей в новых старых новых материалах хотя бы за это спасибо то есть у меня отношение именно к старым ножам которые супрема которые я обозрел когда-то она не поменялась штурм по-прежнему их лучший нож при всех там кивках в сторону при всех кивках в сторону скажем этого как он называется елки-палки экстремы я имею ввиду под пальцем то есть то есть вот дальше кого еще много было было у меня много тогда на канале о атака я здесь могу сказать что ребят на самом деле я не знаю как они делают скажем так не для обзора не для обзорщиков то есть здесь уже момент их как говорится отношение не только как у каком-то по каким-то тестом и показом в ютюбе но и к обычным абсолютно клиентам но при этом я могу сказать что ножи там бывали козистые не козистые но работали они отлично то есть ну а дальше какие-то ножи когда уже пошли там рвс и там еще позже там опусы и прочее прочее но я не буду называть это что это были в самом начале на же какие-то нет потому что это уже это уже где-то пошло какое-то именно развитие вот примерно вот так то есть отношение не поменялось конечно безусловно снобизм он появится при таких раскладах но опять же такой очень лайтовый очень условный так павел алексеев как выбрать какой нож сегодня взять на edc паша я тебе скажу одну вещь ты только никому не говори я тут пару да причем я себя поймал на мысли что я по запарке выскакивал пару-тройку у нас раз из дома вообще без ножа и даже я не могу сказать что там как-то себя там почувствовал обделен нету в машине то конечно лежат ножи никто не из них там их и много их там лежит но почему-то мне даже не нашлось никакой работы чтобы так вот броситься и что это разрезать то есть я совершенно спокойно прожил пару-тройку дней без ножей на кармане поэтому на иди си павел алексеев пускай берет хорошее настроение это самое главное самое главное оптимистичный взгляд на жизнь все остальное приложится пристроиться прибудется тюрюн 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 хэй салех султан зады привет салех очевидно же встречи с друзьями в реале как после них не помереть как после помереть не знаю я после нового года скину 4 килограмма ко мне приехал мой норвежский друг я набрал 4 килограмма за неделю то есть вот примерно вот так все произошло мы с ним просто прекрасно провели время в самых разных заведениях если кто-нибудь когда-нибудь окажется в таллине то обязательно посетите пивоварню пых яла пых яла это просто нереально атмосферное место с просто потрясающе вкусным пивом и безупречно шикарными закусками но они действительно доводят все до перфекционистского абсурда потому что сейчас вот мы пришли как обычно капитан наш брал себе брал себе что ну да пиво и водочку вот так вот и подскользнулась на тех самых вот бурых помидорках пиво и водочку он брал я себе взял пиварик и бурбончик и там уже сейчас вот в менюшечке написано что типа спросите как он пиколь 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 не помню как по вот эти вот маленькие огурчики по-английски короче специальный шот от бармена я говорю ну раз уж все равно беру что у вас там за шот она наливает мне в железную такую стопочку короче наливает мне этот самый как он называется блин рассол я так понимаю что они специально делают огурцы они какие то такие мариновано-соленые получаются и они специально именно делают их для этого рассола то есть они этот рассол продают прям ну на на вынос даже в бутылке можно купить наверное ничего вкуснее я в своей жизни не пил это сочетание смородиного листа чуть-чуть меда чуть-чуть горчит еще что-то еще что-то еще что-то еще такое что я когда бахнул вот этот шот и после этого бахнул этого рассольчика у меня было ощущение что я просто заново родился ну и вот под таким девизом проходят встречи с друзьями как тут как тут вот ну получается получается сейчас как раз вот товарищи наши уехали и мы возвращаемся в какой-то размеренный ритм жареные редиски моркови и курицы без кожицы потому что я ну приехали первый заказ сразу же сделай холодный борщ прекрасно второй заказ своих фирменных котлет вообще замечательно ну и дальше пошло и поехало так а вообще с друзьями надо конечно почаще встречаться так с олег поговори про дизайн и чем отличается хороший дизайн ножа от плохого именно с твоей точки зрения как автора ножей здесь вот хороший хорошо что ты правильно сказал понимаешь в каком-то смысле я себя могу считать соавтором каких-то ножей но ни в коем случае не дизайнером почему потому что дизайнер это человек который умеет нарисовать все до миллиметра на специальных программах и прочее прочее в моем случае мое соавторство оно исключительно упирается какой-то понимаешь такой именно общая мысль какая-то общая мысль после этого на базе моих рисунков делается какой-то нож потом этот нож уже отрисован профессиональными людьми он возвращается ко мне скажем так и я его ну уже расставляю акценты и вот так получается нож ну скажем например nc кастом и архадыр то есть сперва архадыр двигает идею nc кастом эту идею через себя как говорится пропускает пережевывает потом этот нож приходит к архадыру и архадыр собственно говоря и ну архадыр действительно там говорит давайте вот здесь вот такую клипсу сделаем и давайте вот здесь вот такой винтик поставим вот здесь вот это вот сейчас модно вот это вот сделать вот что касаемо дизайнов ножей в русскоязычном сообществе есть действительно удачные дизайны ножей фиксидов и достаточно мало скажем так доступных по цене вот назовем это так доступных по цене фолдеров то есть безусловно там Широгоров, Культратек тот же самый Шакуров это прикольные ножи но я имею ввиду именно эти все ножи они так или иначе делаются или мелкосерийно или штучно правильно? правильно то есть в любом случае конечно дизайны очень прикольные Культратек это вообще игры разума скажем так Шакуров это именно такая техноклассика но со своими как бы заморочками кстати говоря вот тут про Широгоровых как раз таки недавно у нас прозвучала реплика на тему того что меня ножи Широгоровых не цепляют я сказал вот лично я понимаю почему меня не цепляют эти замечательнейшие ножи по одной простой причине потому что ножи Широгоровых так много копируют и так часто их копируют что когда ты смотришь на какой-нибудь типичный там получеткий там или тот же вот недавно со всеми 110 вспоминал там или еще что-то у тебя такое ощущение что ты смотришь на Алиэкспресс на страницу Алиэкспресса почему? потому что к сожалению вот это вот так и произошло и здесь причин две ну во-первых популярность компании и очень высокий ценник а во-вторых действительно ограниченные тиражи вот эти все лимитки которые на самом деле бывает что так что я уверен что бывает так что у человека вроде как и деньги есть но он не согласен не согласен там ждать полтора года своего ножа он просто опять же или купит что-то другое или к сожалению купит подделку вот если мы берем именно дизайнерскую мысль то есть с фикситами все понятно вот например ты с Олег действительно интересные делаешь дизайны и я не могу сказать что я прям там от них вздрагиваю как восьмиклассница то есть меня но они прикольные я не могу сказать что это совсем так типа не мое нет но скажем так они действительно прикольные я не могу сказать что я прям так вот прям вот прям плыву от них вот тоже самое очень классный дизайн конечно же там я не знаю вот закончившие свою свою работу рвс причем мне сегодня прислали фотографию рвс я даже не поверил что это рвс какой-то нож был с прямыми спусками от стоунвошенный честно говоря я подумал что это какой-то фото монтаж потому что по ножу было видно что это не тот рвс который я раньше знал ну не знаю может быть там как-то как-то что-то в любом случае сейчас нет очень красиво рисуют ножи расти файлы я уж не говорю про сов действительно ну северная корона special nice это просто сейчас паровоз который просто вот впереди всех несется если говорить о фолдерах причем потому что она но в рамках фиксида очень тяжело показать дизайн именно то есть задизайнить нож у тебя с олег это получается я могу сказать что тот же самый например инсёрджент и ультрас там действительно дизайна очень много и в каком-то смысле безусловно там жертву дизайну принесем функционал почему потому что вара ахте перережет и переработает любой из этих ножей надо понимать ну вар ахте таких ножей много а ультрасон такой один вот так вот и все и парашютер такой один пока что поэтому поэтому вот сейчас как раз вот тут полыхнуло бомбануло на тему алексея пономарева его нового скелетника что там опять какие-то расследования по морфиону что ли увел дизайн и так далее я пока не готов это комментировать я хочу нож подержать в руках что я уверен что у меня будет такая возможность и потом безусловно с удовольствием или скажу не обижайте лёшу или с удовольствием его заклейню скажу вот спер чужой дизайн паразиты такие пэш очень много людей которые считают что они дизайнеры берешь нож в руки вроде бы он дизайнерский вроде бы классно но здесь как-то не то здесь как-то не так плюс когда берешь какие-то вот ну вот возьмем например ультрас ф совместное детище энси кастом и дай бог не последний откровенно сырой дизайн сырой и таких большинство почему потому что он где-то посерединке между сумасшедшими проектами 9-го дистрикта и тот же самый midnight cat studio какие-то отголоски может быть там в нем есть даже может быть и экстремовский даже может быть и что-то похожее на Андре де Вилье на Грэга Мэтфорда и так далее но возьмем например адамас безупречный дизайн вот это безупречный дизайн гораздо проще и он просто невероятен то есть зиберт это дизайнер именно терзуола это дизайнер это именно люди которые рисуют ножи которые просто смотришь и охереваешь то есть например мой например товарищ Джегаш Грабарский он же комбу который рисует сейчас для бестэка потрясающие ножи вот басинскому это понравится для меня не слишком космические но красивые но красивые есть безымянные какие-то дизайнеры у тех же самых вейнайф которые делают просто потрясающие потрясающие вещи вот ну то есть я не знаю я надеюсь что ты понимаешь о чем я реально мало что-то нарисовать и что-то выпустить таких вот людей действительно как вот недавно ушедший от нас Мел Пардье то есть но еще я говорю я все вокруг зиберта хожу потому что я просто тащусь от его ножей просто тащусь от его ножей то есть дизайнеров немало крутых а вот людей которые рисуют ножи их выпускают их гораздо еще больше и далеко не все они могут называться на мой взгляд именно дизайнерами потому что ну потому что так вот сложилось что не сложилось всегда что-то немножко не то что-то немножко не так то есть когда ты берешь например векар или адамас тебе в этих ножах ничего не хочется изменить ничего когда ты берешь большинство ножей складных которые вот у тебя в руках так или иначе ты за что-то цепляешься какой-то глаз вот что-то какая-то вот в сапоге которая вот немножко так тебе тебе можно было бы сделать лучше вот в адамасе там ничего не можно было бы сделать лучше он идеальный но это обосрались сделали же сделали же фиксированную версию скелетного этого ножа вот так что примерно вот так то есть есть откровенно вот там если мы говорим вот мне кстати говоря очень сильно досталось за Бирюкова и были именно вот очень много реплик на тему того что ну он же рисует ножи там для аламиков а при этом ты аламик да я аламиками восхищаюсь то есть я же не говорю что если этот человек вот он значит мне какие-то его ножи не нравятся значит он рисует одно исключительное говно нет в том то и дело что нет причем я уверен на сто процентов что если те же самые просят про ногсы не говорите я говорю про ногсы но сейчас вот именно в привязке дизайна то есть как сказать скажу как есть просто вот у меня стопроцентные практически ощущения что те же самые аламиковские его дизайны это плодотворный скажем результат плодотворного труда совместного потому что это именно вот там чувствуется что и и ибирюков и аламики а здесь результат неплодотворного труда еще есть тот же самый рогожки например правильно вот я сейчас хотел сказать что смелые какие-то там туда-сюда но у Андрея дизайна откровенно во-первых они однотипные они грубые они сырые тоже они не такие ужасные как вот встречаются но пожалуйста вам сейчас ну стали лучше но я точно не скажу что они стали там какие-то идеальные причем я подписался на их инстаграм блин ну никакой был кошмар у фиг ну у фиксидов такой и остался то есть там просто какая-то просто какая-то жопа по фолдерам молодцы растут фиксиды нужно там половину модельного ряда нужно просто выбросить и все выбросить но это мое мнение опять же ведь люди-то по-другому мыслят почему потому что народ покупает народ действительно голосует рублем в общем и целом бывают очень интересные дизайны про фиксиды я повторюсь фиксид вот я вспомнил сейчас Диму Собченко например фиксид получается там так что чем ты больше надизайнишь тем менее удобнее он будет почему потому что удобный вот из последних ножей которые у меня сейчас были из самых вот последних самый невероятно удобный самый безупречно удобный это тот самый кефарт финский бриса который похож на вот тот самый советский кухонный нож с бабушкиной кухни вот это просто то есть а там же дизайн он прям примитивный то есть с фиксидом фиксиды тяжелее на самом деле оценивать с точки зрения дизайна почему потому что реально получается что там чем больше дизайна тем больше напортачек вот а с фолдерами нет там есть возможность куда разгуляться там действительно бывают и интересные дизайнерские решения и при этом нож невероятно удобный невероятно как бы ну в работу да наверное вот такой вот мой тебе ответ дружище ну так так ножевые копипасты или когда своих идей немного не хватает спрашивает Александр Козов ну вот буквально я на эту тему сейчас говорил что на самом деле Саш здесь все равно здесь такой момент самое главное на мой взгляд это просто быть честным и признаться кем вдохновлялся потому что опять же видишь я вот например сказал что я вдохновлялся рисуя ультрас ножом гикар Шейна Зиберта но при этом сам он а еще про Ильшевица забыл блин классный дизайнер вообще классный вот но при этом он сам брал как бы именно вдохновлялся не брал за основу а вдохновлялся ножом этого Шварценеггера из фильма Хищник и по результату как бы он это сказал и действительно там какие-то может быть небольшие акценты похожи у Викара и у Хищника и совсем какие-то несерьезные ведь если мы возьмем на самом деле ультрас я имею ввиду фикси сейчас и Викар это два совершенно абсолютно разных ножа но именно ноги вот растут оттуда вот и поэтому когда человек вот Пономарев тот же самый сейчас нахватался тапок на тему того что он тот дизайн скопировал тот дизайн скопировал и так далее здесь здесь такой момент когда человек годами ездит по выставкам нянькает какие-то ножи в руках продает их делает обзоры каким-то образом в этой всей теме крутится то получается что хочешь не хочешь у него складываются какие-то даже может быть не из одного из двух из трех из десяти ножей какие-то свои в голове формы было время на этой самой кухне когда я говорил что я никогда не буду автором ножей и случилось и уже неоднократно почему потому что именно ты обрастаешь каким-то таким опытом который уже просто хочется просто взять чтобы такое объединить но чтобы при этом что-то было свое и вот это все бросить на бумагу вот поэтому что есть то есть я своих слов не отказываюсь ситуация поменилась прям как с ножами мора поменилась поменялась прошу прощения то есть есть ну есть копипастеры например технологий вот вам пожалуйста ООО и спизженные ножны от Пелтон это плохо потому что именно просто я знаю сколько денег и сколько времени Пелтонин потратил на разработку этих ножен пришел кизляр и сказал о класс сделаем все такие же вот то же самое как они Ратника скопировали скопировали добавили там может быть одну дополнительную дырочку и проточку скопировали то же самое за что я не люблю их серию линейку и никогда этого не скрывал все вот эти вот рузы шмузы потому что это сворованный фальк то есть фалькнивин сам по себе неудобный нож но был очень популярным в свое время и это просто своровано причем там если вы откроете сайт ООО ПП то ООО ПП вот если вы откроете сайт ООО ПП там уже написано чуть ли не со слезой в голосе как они долго бедные выдумывали общались с охотниками там лазили по горам тестировали и в результате они получили фалькнивин F1 пожалуйста ну это ладно то есть как бы тырить плохо в плане именно какого-то повторения каких-то узлов каких-то элементов этого не избежать нот всего 7 и ножи так или иначе они будут кочевать из одной головы в другую так Сергей Босецкий пишет когда и как ты стал нажиманом и обзорщиком ножей нажиманом я стал Серега довольно рано то есть ну как вот мне наверное когда я первый раз кровушку пролил по-серьезному получил хорошее такое рассечение ладони наверное вот тогда я стал нажиманом а обзорщиком я стал ну будем считать шесть там лет назад именно когда я лазил по разным форумам даже был сейчас вспоминаю даже ведь на Ганзе бывал сейчас сейчас вспомню что я там делал есть просто обалденные там люди просто замечательные но в целом обстановочка такая напряженненькая вот с Архадир Клаб вообще не сравнится у нас гораздо добрее люди злые просто не задерживаются вот и как-то вот что-то как-то меня даже не знаю не знаю у меня не было цели такой чтобы мне там начали присылать ножи производители или магазины там или еще что-то то есть я сделал вот как Паша показ у него какие-то свои ножи есть он сделал их обзоры я к нему как в гости хожу эти обзоры смотрю вот и так и я сделал какие-то обзоры своих ножей и потом вот первый мой партнер именно как партнер канала это империя ножей связались со мной говорят смотрим три обзоры прикольный обзор давай мы тебе пришлем еще вот это вот это давай вот это и вот это ну давай хорошо прислали и все коготок увяз птички пропасть так по моему давайте уже финалица тут басецкий навыкладывал всяких разных дам все больше болталки ничего нет нож молодцом на самом деле несмотря на то что он порезал продукты очень хорошо и было очень удобно но вот не мое вот это это все таки что-то такое вот восточное не совсем я больше такое вот именно по нашему по карелло-финскому как говорится спасибо за просмотр ребят всего доброго пока